Начинается цикл вебинаров. Первый вебинар будет посвящен теме «Многолетняя мерзлота и человек». Следующий вебинар состоится 27 марта. Все вебинары будут проходить во вторую половину дня, начиная с 15.00. Ну и теперь непосредственно то, что касается сегодняшней темы «Многолетняя мерзлота и человек». Я думаю, что все педагоги уже хорошо знают, что с сентября 2023 года все образовательные организации Российской Федерации переходят на новый формат программ. В частности, с 1 по 11 класс это федеральные рабочие программы. Предмет география тоже это касается. Тематика наших вебинаров географическая, она будет связана именно с этими федеральными рабочими программами. И раскрываться содержание будет в соответствии с этими программами. С сентября 2023 года наши педагоги Красноярского края будут работать, начиная с 5 по 9 класс, по федеральной рабочей программе основного общего образования. Если говорить о теме «Многолетняя мерзлота», то данная тема просматривается в двух классах. В шестом классе изучение раздела оболочки земли, наряду с подземными водами и болотами, мы также рассматриваем с обучающимися и содержание по многолетней мерзлоте. Далее знания, полученные в шестом классе, расширяются и углубляются в соответствии с федеральной рабочей программой в восьмом классе в рамках темы «Моря, Россия, внутренние воды и водные ресурсы». Также многолетняя мерзлота здесь изучается наряду с ледниками, болотами, подземными водами, крупнейшими озерами и так далее. Если говорить о среднем общем образовании, то, во-первых, что с сентября 2023 года география становится обязательным учебным предметом, в отличие от сегодняшнего дня, и на базовом уровне она должна быть в обязательном порядке в любом учебном плане каждой общеобразовательной организации. Так вот, если говорить про уровни, то детально данная тема рассматривается на углубленном уровне. Там нет федеральной рабочей программы на сегодняшний день, там Министерство просвещения предлагает примерную рабочую программу для профильного углубленного уровня. Непосредственно эта тема рассматривается в четвертом разделе «Географическая среда, как среда взаимодействия общей природы в рамках темы гидросферы и водные ресурсы». Она рассматривается детально, данная тема, в частности, многолетняя мерзлота, район ее распространения, динамика развития, освоение территории России, лежащей в районе распространения многолетней мерзлоты, также районы современного оледенения, и на выбор педагога-предметника, возможно, в лечении мерзлотоведения, то есть геокреологии. Вот эти основные моменты, которые предусмотрены обновленными документами нормативными, в частности, федеральными рабочими программами и примерной рабочей программой среднего общего образования в старшей школе. Ну и теперь я передаю слово основному спикеру нашего сегодняшнего вебинара, кандидату географических наук, доцентру кафедры географии и методики обучения и географии Красноярского государственного педагогического университета. Ну что, начинаем. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Лекцию сегодня уже, тему вам сказали, как называется. Единственное, хотела бы уточнить, что у них есть непонимание в голове, что такое многолетняя мерзлота, что такое вечная мерзлота. Вот как раз по этому поводу мы сегодня будем разговаривать. С этим уникальным природным явлением мы на самом деле сталкиваемся практически повсеместно в нашей стране, но многие о ней ничего практически не знают. Что же это за явление? Для начала мы познакомимся с понятием. Многолетняя мерзлота – это различные мощности слой грунта, залегающий на некоторой глубине от земной поверхности, имеющий отрицательные температуры и содержащий воду преимущественно в твердой фазе, непрерывно в течение неопределенно долгого времени. Обычно возникает вопрос, как долго грунт должен быть заморожен, чтобы его уже можно было назвать вечной или многолетней мерзлотой. Как договорились ученые, то есть два года, если грунт считается уже заморожен, не оттаивал в летние лет, это даже не десятки, не сотни, а тысячи лет. И многолетняя мерзлота является реликтом древних похолоданий, оледенений на земле. И возраст, естественно, исчисляется иногда даже десятками тысяч лет. На слайде вы сейчас можете увидеть фотографию, сделанную в Эгарской мерзлотной станции. Грунт представлен здесь глиной, и черным цветом показаны просвойки льда, которые при вымораживании, создают вот такие вот интересный вид рисунка. Но многолетняя мерзлота может быть абсолютно разной. Она может быть в виде пластовых льдов, она может быть в виде инъекционных льдов, и залегать в разных грунтах совершенно по-разному. Итак, следующий момент. Нам надо понять, какие районы в древности попали под очень активное промерзание. Вы видите, что большая часть земного шара в эпоху четвертичных оледенений была покрыта ледниками. Под ледниками мерзлота не формируется, зато вокруг ледников очень специфические холодные условия формируют вечную мерзлоту. Поэтому большая часть территории нашей Сибири естественным образом покрыта вечной мерзлотой. Напомню, что за антропогеновый период у нас насчитывается несколько периодов похолоданий. Четыре из них очень крупные. Самое крупное оледенение было в Сибири, называется Сартанское. В Европе оно называется Днепровское. Ну и, естественно, было несколько периодов потепления. Напомню, что мы сейчас находимся в Голоцене. За время Голоцена прошло уже несколько небольших потеплений, несколько небольших похолоданий. Находимся сейчас в эпоху межледниковья. В ближайшее будущее у нас, конечно, это тоже, скорее всего, будет некоторый ледниковый период и похолодание. Несмотря на то, что мы говорим, что у нас климат теплеет и грядет глобальное потепление. Следующий момент. Это надо понимать, почему так много в последнее время стали говорить о вечной мерзлоте. Оказывается, эта тема связана у нас сильно с потеплением климата на Земле. Оказывается, когда мы запускаем механизм глобального потепления, многолетняя мерзлота в атмосферу выдает большое количество метана, которого содержит большое количество. И, естественно, метан, попадая в атмосферу, усиливает эффект межледниковый приблизительно где-то в 20 раз. Глобальное потепление будет усиливаться, активизироваться в десятки раз быстрее, чем оно сейчас активизируется. Метана в многолетней мерзлоте содержится очень много. Также можно метан обнаружить на дне океанов. Поэтому сейчас многие ученые с опаской пытаются следить процессы, происходящие у нас в районе Субарктики, чтобы увидеть и понять, насколько активно идет таяние вечной мерзлоты. Как же люди когда-то в свое время догадались о существовании вечной мерзлоты? Естественно, первые казаки после Ермака, заселяя просторы Сибири, строя в большом количестве остроги, хотели как-то прокормиться, попытаться заниматься земледелием. И, естественно, первые попытки земледелия не привели ни к чему хорошему, потому что грунт был действительно замороженный. Из послания помощника якутского воеводы Матвея Кравкова в Москву, 1686 год. «О колодезе великих государей в Якутском сделать никоими мерами нельзя, потому что земля летом только тает в полтора аршина, а больше двух аршин земля никогда не тает, а в Испаде на дне бывает земля всегда мерзлая». Естественно, нашлись такие предприимчивые люди, которые попытались докопаться до границы распространения вечной мерзлоты. Копали несколько лет. Это все завершилось, конечно, плачевно, потому что докопаться до конца вечной мерзлоты в Якутии было бы совершенно невозможно, учитывая сейчас уже современные данные, мощность вечной мерзлоты здесь достигает глубины от 500 до 800 метров и даже в некоторых местах более. Но результат этой попытки сейчас является музей, который находится в Якутске, который вы когда-то можете посетить, посмотреть вечную мерзлоту, потрогать, как она выглядит, посмотреть. И таких музеев у нас на севере сейчас два. Это в Якутске и в Игарке. Так и называется музей вечной мерзлоты. Ну, вернемся как раз к истории. Как же люди догадались, что вечная мерзлота – это очень древний артефакт, это древнее образование. Естественно, догадаться об этом можно было по находкам, которые стали появляться там, где начала таять вечная мерзлота. Естественно, это находки мамонтовой фауны, в том числе самого мамонта. Мамонтов оттаившими находили в огромном количестве практически всю историю существования населения. И бывали находки, что и полной тушей, с содержимым желудка, с хорошо сохранившейся мышечной тканью, и даже были моменты, когда вытекала даже притаяние кровь. То есть кровь сохранилась. Таких находок очень много. И, естественно, в последнее время ученых заинтересовал момент о клонировании, попытках клонирования. Я знаю, что сейчас корейские институты занимаются попытками клонирования. Но пока это большая проблема. Таких животных, естественно, в Сибири пришлое население не могло знать и видеть. И поэтому, естественно, был сделан выражен. Действительно, что-то произошло в нашей планете, кем отменялся. Когда-то здесь обитали очень древние существа, и вот эти древние существа как раз стали появляться на поверхности. Много было очень находок, конечно, уже в виде костей, бивней, мамонта. Но хорошо сохранившиеся мамонты обычно у ученых создавали много вопросов. Неужели климат поменялся настолько быстро, что у животных не может поменяющегося климата убежать? Почему сохранность мышечной ткани такая высокая? Но потом сделали вывод о том, что, скорее всего, некоторые животные погибали мгновенно из-за попадания где-то в болото. И торф, как хороший такой сохранитель, создал условия для сохранности этих тел. Поэтому мы их сейчас можем находить. Те ребята, которые работают на технике, откапывают где-то при строительстве останки мамонтов, сейчас в настоящее время рассказывают о том, что можно определить в грунте по специфическому запаху. Это запах журненного мяса, когда мясо пролежало, как говорится, около 10-20-30 тысяч лет. Ну и иногда по таянию, вытеканию крови из грунта. Ну, к сожалению, я не могу подтвердить, потому что ни разу запах от него не чувствовала. Но вот кто у нас был в музее в Якутске, хотя бы в колбочках могут посмотреть кровь мамонта. Самая удивительная находка в многолетней мерзлоте это была первая находка мамонтенок Дима отличной сохранности. После мамонтенка Дима таких мамонтят уже найдено в разных странах 4 штуки, у каждого есть имя. Все в замороженном состоянии находятся в музеях, вот конкретно мамонтенок Дима находятся в Якутске. И, естественно, подвергается изучению, является символом института мерзлотоведения. И как раз с такими объектами у нас работают ученые, пытаются заниматься клонированием. Следующий момент, насколько распространена Веча с другим континентом. Как вы видите, в северном полушарии огромные территории, занятые вечной мерзлотой, это территории Канадского арктического архипелага, Аляски, территория, не занятая ледниками в Гренландии. Это территория большей части нашей страны. И чем дальше на восток, тем мощнее становится и более низко температурнее вечная мерзлота. Если вы сейчас видите район Байкала, то даже вокруг Байкала вечная мерзлота, север Монголии, север Китая, Маньчжурии и вплоть до Дальнего Востока, это все территория вечной мерзлоты. То есть 25% всей территории суши в северном полушарии, заняты не только в северном полушарии, но и в золотой. Ну а что же в нашей стране? В нашей стране, как вы видите цифры, это 65% территорий нашей страны. И вы видите, что она сейчас раскрашена разным цветом. То есть чем более темная окраска, это показатель того, что температура здесь более низкая и мощность вечной мерзлоты здесь достигает даже сотен метров. Чем ближе, наоборот, на запад, тем более высокотемпературная вечная мерзлота. И, соответственно, в теме человек и многолетняя мерзлота это будет очень важный фактор понимания, где, в каких районах земли. Это будет отражаться на строительстве, это будет отражаться на каких-то техногенных объектах, на заселении, на ведении сельского хозяйства и так далее. То есть восток страны – это самая прочная, самая стабильная, самая низкотемпературная многолетняя мерзлота. Здесь также можно увидеть на этом слайде распространение мерзлоты с таликами. Талики – это те грунты, которые среди вечной мерзлоты не имеют, ее не имеют, то есть имеют высокие температуры. И даже, что западная часть страны у нас не имеет вечной мерзлоты, она попадает у нас в зону распространения сезонной мерзлоты. Наш грунт замерзает, и что-то садится в зимнее время, как в Таиланде, мы не имеем такой возможности. То есть наша страна полностью попадает в очень специфические условия, поэтому это надо учитывать при планировании экономики, при развитии сельского хозяйства, каких-то отраслей. То есть это очень важный, серьезный, решающий фактор. Долгое время ученые считали невозможным существовать мерзлоты только потому, что нет возможности якобы роста на этой мерзлоте деревьев. Но деревья растут, тогда, значит, вечной мерзлоты нет. Но, как выяснилось, деревья растут и на вечной мерзлоте, но только в сезонно-талом слое. На фотографии сейчас как раз показан свой сезонно-талый слой. Он достигает иногда 20-30 сантиметров. В лучшем случае, если СТС достигает метра. То есть в такой мерзлоте даже уже можно в некоторых районах садить картошку практически. Но чем меньше этот слой, тем хуже создаются условия для роста многих растений. И сами вы понимаете, что корням надо как-то располагаться в этом слое. Все почвенные процессы проходят в этом слое. И, естественно, любой ветер очень сильный нарушает возможность нормального роста деревьев. Деревья частенько имеют наклонное направление. И такой лес мы называем обычно пьяный лес от того, что он растет в разном направлении. Про сезонно-талый слой. Как вы видите, корневая система растений распространяется только в этом верхнем слое над многолетними мерзлыми породами. Немножко поговорим о существовании некоторых форм рельефа. Программа рельефа создает уникальная многолетняя мерзлота. Я начну с такого интересного процесса, как многолетнее промерзание, которое связывается с трещином, когда от сильных морозов начинает растрескиваться почва. Глубина проникновения трещин достигает 15 метров. При замерзании потом эта вода трещину расширяет. Из года в год процесс повторяется, и трещина увеличивается в своих размерах и масштабах. Со временем из трещины лед начинает выдавливать весь грунт на поверхность, и сверху образуется валик. Мы сейчас рельеф этот смотрим сбоку, но если посмотреть сверху, то образуются валиковые полигоны. Если у вас будет когда-то возможность посетить города север, когда будете пролетать самолетом над тундрой, обязательно обратите внимание на те формы рельефа, которые будут под вашим крылом самолета. И вот такие полигональные формы вы обязательно увидите. То есть на данном слайде как раз в разрезе показан, сверху сезонно-талый слой, дальше идет трещина, в которой сейчас находится лед замороженный, и вокруг находится грунт, который мы называем пермафрост, то есть вечная мерзлота. И вот такая вот трещина, если она не выходит на поверхность, она может десятки, сотни, тысячи лет находиться в грунте, и ничего с ним не происходит. Но если эта трещина выходит на поверхность дневную, то начинается ее активное таяние, и естественно рельеф очень сильно меняется. Как данный рельеф будет выглядеть сверху? То есть вы видите полигоны. У каждого полигона, обрамляющей, в центре находится понижение, и в этом понижении часто скапливается вода. Вот это называется полигональный рельеф. И если появляется в центре вода, это уже показатель того, что данный вид рельефа начинает уже деградировать. Следующий процесс – это пучение. В данном случае вы видите бугры пучения в районе города Игарки. Они бывают выше, могут быть совсем плоскими. Этот процесс пучения связан с потоком воды по вечно мерзлому грунту, который в данный момент времени не смог замерзнуть, но при замерзании он расширяется, и при расширении поднимает грунт. За десятки, сотни и даже тысячи лет бугор пучения вырастает до достаточно масштабного объекта. Вот как раз на схеме сейчас показано, как происходит поток воды. Лед поднимает грунт. И как это выглядит в рельефе, хорошо видно, что даже на таких буграх пучения растут деревья. Ребята, живущие на севере, могут забирать клюкву, ходить по грибам. И были случаи в Норильской, когда лед вытаивал и терялись в таких буграх пучения люди, потому что можно провалиться. То есть случаев очень интересных, много можно порассказать про эту тему. Бугры пучения могут быть минеральными, могут быть торфяными. Минеральные бугры пучения в Канаде, вот верхний левый снимок как раз показывает, это бугор пинга называется, а правый снимок сверху, это как раз как раз бугры пучения. Иногда эти бугры пучения деградируют, торф оплывает, ядро вытаивает. И еще одна фотография, которая показывает о том, что бугры пучения могут иногда взрываться, если давление внутри бугры пучения очень высокое. Но это редкое явление, зафиксировано в нескольких единичных случаях, когда действительно это приводило к фонтанированию, когда выбрасывалось большое количество воды и через некоторое время происходил процесс затухания. Естественно, бугры пучения после такого момента начинают деградировать. Следующий процесс, который можно встретить в вечной мерзлоте, это процесс термокарста. Это определение неравномерного проседания, провала почвы, подстилающих ее горных пород в результате вытаивания из них подземного льда. Вы видите огромное количество озер. То же самое, если вдруг получится у вас возможность когда-то слетать на север, работать на севере, просто съездить на экскурсию, то обязательно обратите внимание на большое количество озер в тундре. Практически вся тундра покрыта сетью озер. Это озера термокарстового происхождения. То есть на любой территории, где нарушается термический режим поверхности, образуется сначала небольшое протаивание вечной мерзлоты, скапливается вода. Вода является линзой, которая аккумулирует тепло и запускает необратимые процессы дальнейшего накапливания теплоты, деградации вечной мерзлоты. Как влияет на такие процессы человек? В северных городах строятся дороги. Дороги прокладываются по вечной мерзлоте. Нарушается естественное дренажное условие поверхности, и это приводит к образованию термокарстовых озер. Иногда они настолько быстро и активно разрастаются, что успевают съесть даже автомобильное или железнодорожное полотно. На данной фотографии вы можете увидеть сейчас реку Енисей в излучине города Дудинку. Сейчас в выбросах норильского никеля где-то скрывается вот здесь вот озеро Пясино, Норильска, Иркана, Ганер и Толнах. И по Принесейской низменности, по Северо-Сибирской низменности вы сейчас видите огромное количество термокарстовых озер. Естественно, железные и автомобильные дороги это очень дорогое удовольствие. У нас здесь от Норильска до Дудинки существует сейчас железная дорога только для технических грузов, когда-то здесь ходила электричка, но ремонтировать такую дорогу приходится очень часто. Это серьезное затруднительное дело. Поэтому строительство на Севере это большая-большая проблема. Даже не самого строительства, а поддержание и сохранение тех объектов, которые здесь построены. Следующий интересный процесс, связанный с многолетней мерзлотой, это криогенная выветривая. Сейчас вы видите на фотографии на горной террасе, сформированной на севере Красноярского края, на плотопу Тарана, образуются вот такие вот интересные ступени. И каждая ступень – это эффект разрушения горных пород именно вот таким образом ступенеобразной формы. Обязательно на склонах появляется большое количество курумного материала. Он так и называется курум. Если курумный материал стекает по склону, он называется курумной рекой. Если лежит на плато, то курумным морем или каменным морем. Каждая курумная река имеет свою скорость течения. Материал медленно, но постепенно перемещается вниз под силами гравитации. И, естественно, по форме этого материала он не окатанный, он грубообломочный. Можно понять, как разрушаются горные породы. Ну вот как раз сейчас на фотографии хорошо видно, как выглядит курумное каменное море. Данная фотография сделана на севере Красноярского края, на водоразделе реки Большой Авам, юг полуострова Таймыр. Еще очень интересный процесс, с которым вы можете столкнуться не только в зоне вечной мерзлоты, но и в зоне сезонной мерзлоты. Здесь, на юге Красноярского края, когда кто-то дома в сельской местности имеет ворота, заборы, столбы и может обратить внимание, что они эпизодически вымораживаются из почвы. Хозяйки, которые имеют свои огороды, обнаруживают очень интересный процесс, когда уже много лет, зная землю в своем роде, вы ее перебрахиваете, обнаруживаете все новые и новые предметы, которые вымораживаются из почвы. Этот процесс называется выпучивание, не путать с процессом пучения. И сортировка материала. Особенность такая, вечный мерзлотат, его не любит сохранять. Она все поворачивает на ребро, переворачивает и очень медленно, но постепенно выталкивает из себя любые камни, в том числе и антропогенные объекты. То есть, если построен на вечной мерзлоте дом, большое здание, то есть, конечно, вытолкать столбы, ли сваи пятиэтажного дома будет проблематично, ну вот крыльцо, сваи крыльца вытолкать мерзлота может. Процесс этот встречается повсеместно, где у нас может замерзать грунт. Например, пяти столбов вымороженных в туве на перевале, висящих на своих проводах. То есть, это достаточно частое явление. Ну и можно наблюдать на примере своих ворот, которые частенько после зимы, вы видите, что их перекашивает. То есть, одна часть ворот повисает как где-то в воздухе, вторая проваливается. Это как раз процесс выпучивания. Ну и, естественно, в зоне тундры этот процесс выпучивания создает удивительную форму рельефа. Создается ощущение, как будто здесь работали инопланетяне, либо была какая-то древняя цивилизация. Это каменные сортированные кольца, это каменные сортированные овальные кольца на склонах и так далее. Данная фотография сделана как раз на водоразделе Большой Авам, юг полуострова Таймыр, каменные сортированные кольца. Мало того, что многолетняя мерзлота вымораживает, выталкивает из себя эти камни, она их еще и рассортировывает. То есть, мелкие, фракционные части находятся в центре, а крупные вымораживаются и постепенно смещаются к окраинам. Это не работа инопланетян, это работа природы. На склонах вы сейчас на фотографии можете видеть такие необыкновенные формы сортированные бордюр, сортированные каменные кольца и сортированные каменные круги. То есть, все вот такие данные формы рельефа можно, естественно, наблюдать на нашем севере Красноярского края. Ну и хотелось бы серьезно остановиться на теме многолетней мерзлоты и человек, потому что мы как человек проникаем все дальше, глубже, на север, на восток, в зону вечной мерзлоты, добываем полезные ископаемые, строим города, нам как-то надо приобретаться к вечной мерзлоте и, естественно, у нас взаимодействие такое двустороннее. То есть, мы влияем на вечную мерзлоту и многолетняя мерзлота влияет на, естественно, объекты строительства человека. Поэтому, начну я, наверное, немножко с экологического момента. Город Норильск, не только город Норильск, я скажу, что многие города с севера, но Норильск самый такой выдающийся в данном плане, потому что огромное количество выбросов горно-металлургической промышленности приводит к ожогу растений, к их гибели, и в зоне воздействия вымирают огромное количество лесных массивов. Но, учитывая, что это зона тундры и лесотундры, естественно, существование растительности в таком регионе уже проблематично, уже создает, ну, то есть, очень много проблем для выживания растительности в таких условиях, и когда деятельность человека это приводит к полный растительный покров. На фотографии видно, что большинство выбросов сейчас находится прямо на территории города, это связано с тем, что в тундре очень сильные ветра, первоначально закладывался проект с трубами высотой около 600 метров, первая труба, которая была возведена в результате действия ветров обрушилась, поэтому трубы срезали до 200 метров, несмотря на то, что трубы все-таки высокие, 200 метров, большая часть выбросов все равно оседает буквально где-то недалеко от Норильска, частично проникает в Западную Сибирь, частично попадает даже на территорию Канады, потому что были такие случаи, когда канадцы даже такой ультиматум норильчанам предъявляли о гибели своих лесов. Естественно, нарушается почвенно-растительный покров, уничтожается моховый покров, и это приводит либо в некоторых местах к протаиванию вечной мерзлоты, либо наоборот к усилению мерзлотных условий. Вот на фотографиях видно как раз химический ожог растений. Я была свидетелем, когда за одну ночь от химического химического где прошел выброс, погиб очередной участок леса. Естественно, эти деревья уже не функциональны в это лето и на следующее лето они уже стоят мертвые. От химических ожогов погибает растительность и естественно вот вы сейчас видите почвенный разрез, который показателен очень в том плане, что ни мха, ни лишайников, ни какой-либо растительности уже здесь не присутствует. Это обычно приводит к увеличению мерзлотных свойств почвы. На Таймыре в зоне деятельности Норильского горнометаллургического предприятия за последние годы уничтожено леса около 900 тысяч гектаров и даже больше, учитывая, что у меня даже немножко старая уже информация, то есть лесов погибло достаточно много. Следующий момент это разведка полезных ископаемых и добыча полезных ископаемых. Уже по фотографии вы можете увидеть, насколько проблематично добывать нефть и газ на нашем севере, насколько сложно туда завести какое-то оборудование, какой-то транспорт, людей доставить и так далее. То есть от любого вмешательства человека вот в такую природу, в такие ландшафты, естественно, приводит к неминуемому разрушению экосистем. Несмотря на то, что даже вот сейчас в Ангкор, когда запускали, было очень много предусмотрено таких моментов, домики на специальных сваях, дорожки на специальных как сказать тоже сваях, но люди все прибывают и прибывают и где-то естественно уже нарушаются условия использования данной территории и надо завозить как-то технику и эксплуатировать эту технику и естественно все равно это приводит к каким-то нарушениям. Ну, как пример использования гусеничного транспорта в тундре по-другому перемещаться невозможно никак, только при помощи гусеничного транспорта. Причем если гусеничный транспорт проехал в одном направлении, буквально сразу начинаются термокарстовые проявления, начинает таять мерзлота, и обратно гусеничный транспорт не возвращается, потому что проехать уже будет невозможно. Снимается гусеничным транспортом почвенно-растительный покров и сразу запускаются термокарстовые процессы. Ну, и по фотографии уже видно, что процесс этот запущен, он будет активизироваться все сильнее и сильнее и данной дорогой в ближайшее время уже воспользоваться будет проблематично. как пример транспортировка каких-то грузов в тундре и состояние тундры, состояние дорог, вы видите, что это действительно серьезная нагрузка на экосистему, на природу и идет активное разрушение. По-другому грузу практически невозможно либо вертолетом, либо вот такими зимними дорогами можно доставить груз на те объекты, которые занимаются у нас добычей полезных ископаемых. Ну и вот тоже состояние дороги, даже отсыпанная дорога, она тоже все равно является объектом, который подвержен вот таким внешним воздействием, расползается, растекается, расплывается и перемещается по такой дороге проблематично. Одна из фотографий показательная, как выглядит территория тундры вокруг населенных пунктов на севере. Местное население естественно будет ездить в тундру за грибами, за ягодой, на рыбалку по каким-то надобностям и обязательно конечно для этих целей чаще всего используется гусеничный транспорт. Возвращаются обычно другим маршрутом, чтобы можно было проехать и естественно вокруг населенных пунктов частенько тундра представляет собой вот такое месиво почвогрунта, где запускаются термокарстовые процессы. Следующий интересный момент это конечно захламление территории. Как вы помните мы осваивали север, летали самолетами в Арктику, у нас было очень много портов, через которые была заброска людей на север в Арктику, освоение территории. Сейчас весь север у нас захламлен кораблями сломанными, огромным количеством бочек с остатками ГСМ, металла, который не вывозится. Программа, вы наверное слышали, 2 миллиарда было выделено на вывоз мусора, хлама металлического севера. Естественно, это все лежит на поверхности почвы, создавая некоторые аномальные условия для нарушения дренажных условий поверхности. это тоже приводит к формированию термокарстовых процессов. Как вы видите, сейчас на фотографии образование вот этого небольшого озерца среди кучи металлического хлама. Это как раз показатель того, что здесь уже эти процессы запустились. Большой проблемой стало создание на севере или в зоне вечной мерзлоты водохранилищ. Каждое водохранилище затапливает огромную территорию. На этой территории нарушается аквально-термический режим поверхности. Как пример, вот сейчас я приведу это хантайское водохранилище на севере. Как вы помните, все водохранилища у нас снабжают электростанции. Электростанции работают у нас на норильский никель. И, естественно, ради получения вот этого норильского никеля мы губим огромные территории леса, территории тундры, лесотундры и запускаем мощный механизм разрушения вечной мерзлоты. Когда работали ученые Игарской мерзлотной станции на территории залива Сеговой хантайского водохранилища, вот по этой фотографии можно увидеть сейчас как раз границу многолетней мерзлоты и эта граница показывает, что под всем хантайским водохранилищем многолетняя мерзлота уже деградировала. К чему это может привести? Первое, самое такое простое, это всплывание торфа, бугров, пучения, переотложение материала, гибель большого количества леса и уже более опасный момент, это катастрофическое разрушение берегов, то есть абразионный процесс, разрушения береговой полосы в некоторые годы достигает 40 метров в год, то есть береговая полоса отступает с катастрофической скоростью. На фотографии хорошо видно момент затопления, такая же проблема будет на территории Богучанской ГЭС, это хантайское водохранилище, когда затапливается огромное пространство и многолетняя мерзлота под ними начинает активно деградировать. Очень интересным показательным является строительство, как мы ее сейчас называем, мертвой железной дороги, которая должна, как вы видите, по карте ниже, была соединить город Салихарт через всю Западную Сибирь и Гарху, а от Игарки должна была соединиться с Дудинкой на Рильском, и эта дорога должна была выполнять, во-первых, стратегическую функцию, это раз, и вторая функция, это перевоз грузов, в том числе нарийского никеля, вывоз через Западную Сибирь, через морской путь, через Арктику и так далее, и дорогу устроили по приказу Сталина, как вы видите, на нижней фотографии в строителях проблемы не было, потому что устроили либо политзаключенные, тройка 503, либо зэки, много неблагонадежных людей, как говорится, строительство шло, можно сказать, по костям человеческим, потому что многие так и остались похоронены в этой дороге, была отстроена насыпь, были завезены рельсы, были завезены паровозы, электровозов тогда не было, и к тому моменту, когда эту дорогу должны были запустить, она уже пришла в негодное состояние, то есть запустились процессы таяния вечной мерзлоты, и на многих участках эта железная дорога была съедена процессами, которые разрушили полотно этой дороги. Ну вот как выглядит это строительство, то есть огромное количество похороненных здесь людей, валяющиеся шпалы, валяющиеся рельсы, паровозы сейчас у нас, я помню, японцы предлагали вывести как историческую ценность эти паровозы, но мы не дали, но я знаю, что из тундры они уже исчезли, и сейчас есть такие туристы, которые путешествуют по этой дороге, посмотреть ее сохранность, что там осталось, делают фотографии, многие казармы уже разрушенные, и полотно насыпи еще осталось, и это достаточно показательный момент, чтобы увидеть, как многолетняя мерзлота очень активно разрушает все то, что построено человеком. На левой фотографии видно, что во многих местах проросли деревья, и во многих участках леса валяются паровозы, которые, как я уже сказала, куда-то стали исчезать, то есть как-то их интересным моментом вывозят. В последнее время возник вопрос, а не реконструировать ли вот это полотно железной дороги, может быть, эту железную дорогу можно использовать все-таки для вывоза каких-то материалов, грузов и так далее. Очень заинтересован был Китай, где-то прокладки этой дороги, и наши экономисты попытались посчитать, посмотреть, но, к сожалению, восстановить ее нереально, это нужны очень большие капиталовложения, вы видите, что сейчас большинство мостов построенных уже разрушены, насыпь трассы очень сильно деформирована, как раз на фотографии хорошо видно, как термокарстовые просадки, далее очень сильное искажение полотну трассы, и, естественно, даже вот это полотно в каких-то целях уже использовать будет невозможно. еще один момент связанный с проникновением человека на север, все города обеспечиваются электроэнергией, обязательно для этого проводят линии электропередач прямо по тундре, прямо по болотам, устанавливают бетонное основание, к ним прикрепляют сами опоры, и вот на верхней фотографии видно, как быстро запускается термокарстовый процесс, то есть вокруг вот такой вот сваи мгновенно образуется термокарстовое озеро, поэтому, конечно, естественно, поддержание трассы линии электропередач это проблемная ситуация, потому что нужно регулярно проводить работу по поддержанию этой трассы, запускаются в зимнее время по зимней дороге бульдозеры, которые чистят, чтобы можно было в нужный момент проверить не порвались ли провода где-то, не обвалилась ли опора, и еще один показательный момент, это как раз нижняя фотография озера, которое назвали провал, озеро небольшое, термокарстовое по размерам всего лишь 6 на 8 метров, но оно оказалось трагичным для двух бульдозеристов, которые погибли в этом озере, то есть невзрачное маленькое озеро, но глубина этого озера оказалась около 11 метров, когда были приглашены ученые Гарско-мерзотной станции на обследование этого озера, выяснилось, что неимоверная глубина для термокарста, обычно термокарстовое озеро, глубиной около 2-3 метров, но здесь глубина 11 метров, то есть что произошло, почему озеро такое глубокое, когда выяснили, оказалось, что внутри этого озера остался захороненный глетчер, для понимания, то есть это кусок, остаток ледника, который здесь был и оказался захороненный и сверху термокарстовые процессы спровоцировали таяние внутреннего глетчера и поэтому глубина этого озера оказалась достаточно большой. Очень такая, ну, как сказать, не совсем корректная тема захоронений, но эта тема очень показательная, потому что люди проживают на севере, приходит время, когда заканчивается жизнь, людей надо куда-то похоронить, и вы видите вот такую интересную фотографию, сделанную норильским фотографом, очень показательную, как хоронить людей в многолетнюю мерзлоту. Дело в том, что местные жители, коренные жители Сибири всегда как-то приспосабливались разные народы по-разному, кто-то привязывал к дереву умершего человека, кто-то делал специальные колоды, прятал в колоды, кто-то обкладывал камнями, но когда людей появилось на севере очень много, а были такие случаи, когда в Норильске потерпел крушение самолет, разбился, погибло более 200 жителей, и одновременно нужно было 200 жителей с чем-то похоронить, естественно денег не было на захоронение у администрации, и даже пришлось до весны всех людей складывать в ангар, чтобы весной выделить деньги, похоронить людей. Поэтому уже давно возникла проблема у Норильска в создании крематориев, и сейчас крематория уже создана для того, чтобы вечную мерзлоту не нарушать. Почему? Потому что все, что похоронено в вечной мерзлоте зимой имеет некоторую сохранность, а то, что похоронено летом, вызывает активные процессы либо термокарстообразования, либо процессы выпучивания. Я уже знакомила вас с этим процессом, когда мерзлота, поворачивает на ребро все, что в нее попадает и выталкивает ее из себя. Поэтому, конечно, смотреть такую неблаговидную картину не хочется никому, когда приходишь навесить родственников. поэтому эта проблема одна из серьезнейших проблем на севере. Вот как пример привожу город Игарпу, когда посреди кладбища, там, где были захоронены люди, запустились термокарстовые процессы, естественно, очень много могил ушло в это озеро, нелицеприятная картина, и администрация города приходится каждый год выкачивать воду из этих озер, чтобы немножко остановить эти процессы, но эти процессы остановить невозможно. И озера, их уже два, захватывают все большую большую территорию, и, естественно, проблема захоронений становится достаточно актуальной. Как пример хотела показать, как сейчас приспособились народы на севере, вот на примере Долганской могилы, показательный очень момент, когда можно использовать русские традиции захоронения в виде специального ящика, но человек кладется сверху поверхности, обкладывается мхом, грунтом, то есть термоизолирующими материалами, и только сверху уже устанавливается нечто подобие ящика. И еще один момент, это как раз показатели очень в хатом, когда похоронили человека, видно, что обкладывается обязательно грунтом, потому что грунт не дает таять вечной мерзлоты, то есть не копают вечную мерзлоту, копать нельзя, запускаются мгновенно термокарстовые процессы, но не все делают так, поэтому как показатель того, что сегодня вырыли, завтра хоронить, а хоронить приходится воду, потому что вечная мерзлота тут же начинает активно таять. Еще один момент, я уже про него говорила, это как раз строительство дорог, и в связи со строительством дорог, образование термокарстовых озер вдоль дороги из-за нарушения дренажных условий поверхности. Я вот как раз за этими домами на улице Гагарина в районе города Игарки наблюдала очень давно, сначала это были небольшие образования, потом они разрослись в крупные озера, сейчас эти все крупные озера слились в единую поверхность, и получается так, что когда начинает таять снег, озера увеличиваются в масштабах, первые этажи зданий затапливаются, иногда приходится в них ходить в сапогах. Как пример строительства, верхний снимок в городе Игарки показывает строительство новой городской больницы, но она немножко превратилась в долгострой, долгострой этот спровоцировал активизацию термокарстовых процессов, и пока этот долгострой строился, уже строить его не было смысла, потому что огромное озеро, образовавшееся, разрослось до такой величины, что буквально съело ближайшие территории. Ну и вот две фотографии снизу, это показательные тоже термокарстовые озера на территории города Игарки, единственное скажу, что процесс этот все-таки обоюдный, потому что не только разрастается озеро, но и со временем оно даже может немножко и законсервироваться, то есть если не активизировать, не усиливать антропогенную нагрузку, то в принципе термокарстовые озера через некоторое время начинают стабилизироваться и постепенно зарастать. Еще одни фотографии, как тоже показатели, как может человек нарушать дренажные условия поверхности. Были построены в городе Игарки, в новой части города, второй микрорайон, новые дома, но эти дома тут же обросли термокарстовыми озерами, пришлось к домам прокладывать специальную насыпь, чтобы можно было добраться и на второй фотографии вы видите, что только запустили строительство новой школы, тут же образовались уже термокарстовые озера, которые естественно начинают разрушать поверхности, не дают нормальному строительству, мешают. Вот тоже самое новое образовавшееся термокарстовое озеро вблизи очередного строительства дома. Следующий момент это что происходит с домами на вечной мерзлоте. Как вы помните, завести кирпич на север это дорогое удовольствие построить дом, это нужно вкладывать в десятки раз больше средств, чем при строительстве такого дома в более южных районах. И если неправильно продумана система канализации, если вдруг где-то происходит слив прямо под дом, то автоматически начинает разрушаться многолетняя мерзлота, это приводит к деформациям домов. Вот в Игарке пришлось полностью разбирать несколько домов, вы видите, что центральную часть дома пытались как-то сохранить, специальными металлическими стяжками центральную часть дома стянули, чтобы хоть как-то могли функционировать вот эти боковые части здания. Но в любом случае дом длительное время был в аварийном состоянии и все равно его пришлось расселять, потому что люди могли погибнуть. То есть обрушение такого здания по центру может произойти абсолютно в любой момент времени. Вот для этого сейчас используют новые принципы строительства, то есть обязательно сначала делают вот такие вот сваи вмораживают в зимнее время в грунт на высоте не менее одного метра, а можно даже больше, и только с этого момента начинается закладка самого дома. Обязательно ни в коем случае вот это подполье нельзя закладывать, то есть оно должно быть проветриваемым, поэтому новые школы, новые дома в Норильске, в КРК, в Игарке, они обязательно имеют проветриваемое подполье для того, чтобы происходило серьезное промораживание грунта и не было деформации зданий. Обязательно еще также надо следить за утечкой воды или канализацией, потому что любая утечка может привести к очень активному протаиванию грунтов и деформации зданий. Показательным является село Хаттанга, где не могли по-другому придумать, куда деть свои канализационные стоки и создали небольшую канаву по этой канаве, постепенно пустили эту канализацию. Оказалось, что это все спровоцировало активные термокарстовые процессы. Вы сейчас видите, что гуляя по Хаттанге можно обнаружить около каждого дома большое количество озер термокарстовых. Естественно, эпизодически уровень в этих озерах повышается весеннее время и иногда это тоже приводит к затапливанию первых этажей зданий и как существовать людям в таких условиях это только можно догадываться. Но также мы помним, что многолетняя мерзлота это и процесс морозобойного растрескивания. То есть в мороз трескается не только грунт, но и в том числе дорожное полотно первой фотографии показывают как дорожное полотно может расколоться. Естественно, такое дорожное полотно нужно регулярно ремонтировать. Когда в Красноярске в одной из зим были морозы длительное время под минус 40, наверное, это была мощная проблема для коммунальных служб, потому что дороги практически все пришли в негодность. Их все пришлось в летнее время ремонтировать. То есть сильные морозы очень сильно разрушают дорожное полотно. На нижних фотографиях вы можете посмотреть процесс пучения, только это не те бугры пучения, которые вы видели на предыдущих фотографиях, это микро пучения, которые образуются на дорожном полотне. Но в любом случае это микро пучение тоже создает деформации, разрушает полотно. Вот это пучение привело к тому, что были вывернуты дорожные плиты, подняты, естественно, это привело к разрушению дороги и невозможности ее воспользования. Следующий процесс это как раз микроморозобойное растрескивание на дороге, показательно, когда не только эти трещины появляются, но эти трещины разрастаются, и все покрытие на дороге превращается в такой набор пазл, пазлов, которые естественно надо уже вычищать и создавать новое полотно, поэтому дороги на север разрушаются с колоссальной скоростью. Прокладка газопроводов. Вы сейчас видите, что интересные большие сваи были созданы для каких-то целей. Первоначально пытались прокладывать, это вот старые как раз фотографии показательные, прокладывать газопроводы прямо по поверхности земли, потому что нужно было строить огромное количество опор, некогда не успевали строить эти опоры, и прокладывали прямо по поверхности земли, и вы видите, что металлическая труба при замерзании сужается и съезжает в сторону, при нагревании ей надо смещаться и расширяться в другую сторону, поэтому когда обратили на этот момент внимание, что иногда такое движение может перемещать газопровод буквально на метр, на два метра в сторону, пришлось создавать вот такие вот опоры. Но вот старые опоры, первые, которые были созданы, конечно, они имеют не совсем хорошее последствие в том плане, что вы помните, что олени у нас перемещаются, местные народы перемещаются по тундре и когда сталкиваются с такими вот опорами, то перемещение на этом и закончилось, то есть либо нарты перетаскивать, либо как-то проползать, я уже видела фотографии, когда олени пытаются проползти под такими газопроводами, чтобы перебраться на другую сторону, то есть это проблема. Поэтому уже современные опоры сделали достаточно высокими, иногда полтора, иногда два метра, и вы видите, что вот этот момент сжатия трубы уже на новых опорах позволяет гулять трубе буквально практически на 3 метра, сужаться, расширяться и, можно так сказать, кататься по вот этой опоре. Ну и вот я считаю, что основную часть я закончила. Если у вас возникнут какие-то вопросы, моменты какие-то будут вас интересовать, то я могу ответить на эти вопросы. Так, я еще раз напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать во вкладочке «Вопросы», не в чате. Несколько вопросов здесь уже написано, я думаю, что мы с Татьяной Николаевной попытаемся ответить на все вопросы здесь присутствующие. Так, давайте я, наверное, на организационные отвечу, если они не встречаются, и на все географические вопросы ответит уже Татьяна Николаевна. «Будет ли в открытом доступе презентация?» спрашивает Галина Николаевна. Галина Николаевна, презентация будет, она, как всегда, традиционно после праздников будет выставлена в сетевом методическом объединении учителей географии, там, где у вас есть рубрика материалов вебинаров и семинаров. Так, ну, на все остальные вопросы, те, которые сейчас представлены во вкладочке, я думаю, ответит Татьяна Николаевна. Первый вопрос, свежих, хватило ли 2 миллиардов рублей вывести этот хлам? Естественно, не хватило, потому что, как вы помните, у нас большая часть денег не доходит до потребителей, она разворовывается. Но вывезено было достаточно много, я скажу, что в Хатанге была организована работа по разрезанию крупных кораблей, а их там скопилось огромное количество, и по вывозу металла на материк, то есть по северному ледовитому океану через устье Енисея вывоз по Енисею в те города, где можно этот материал переплавить. Естественно, материала еще для вывоза огромное количество. Может ли помочь транспорт на воздушной подушке, или он тоже вызовет деградацию? Да, наверное, поможет, когда будет возможность этого транспорта, использования транспорта на севере, конечно, это будет, наверное, очень будет здорово, потому что, но не во все районы, как вы понимаете, где есть вода, можно добраться только водой, а там, где населенные пункты или пункты добычи полезных ископаний, находятся где-то далеко в тундре, то только гусеничным транспортом либо вертолетами. Так, есть ли способы сохранения мерзлоты? Ну, вы, наверное, бы сами ответили на этот вопрос. Главный способ сохранить мерзлоту, это не заселять эти районы и не воздействовать на мерзлоту. То есть, она должна быть уникальным природным сохранным объектом, но вы сами понимаете, что наша страна нуждается в добыче полезных ископаемых и районы севера, Сибирь, а это вы не забывайте, 65% территории нашей страны, это как раз те районы, которые подвержены все-таки серьезной ситуации с столкновением человека и вечной мерзлоты. Когда строили Байкало-Амурскую магистраль, это как раз Байкал и территория Забайкалья, вы сами понимаете, как сложно было пробивать тоннели в горных породах, потому что везде начинались процессы пучения, наледи образования и проблем у строителей бамовцев было неимоверное количество. Вопрос. В Хатанге тоже есть музей мерзлоты. Это не музей мерзлоты, это музей мамонтов, но как бы вам сказать, он функционирующий или не функционирующий, потому что его, как я знаю, по индивидуальной информации выкупил француз и в частную собственность, поэтому открыть вам могут этот музей не открыть, могут не открыть, но он в принципе существует и часть экспонатов еще там в принципе есть. Но в других музеях нашего Красноярского края, в том числе краеведческого, вы можете познакомиться со множеством экспонатов, которые как раз привезены из зоны вечной мерзлоты. Мало того, когда разрушаются берега нашего Енисея, вы можете обнаружить здесь огромное количество костей мамонтов в том числе. То есть, допустим, я посещаю каждый год Красноярское водохранилище, каждый раз приезжаю с очень интересными, удивительными находками мамонтовой фауны. Так, про запись вебинара больше, по-моему, вопросов в самый низ. на последнем фото это вы где? Это как раз район очень удивительного интересного места, называется Арымас. Это необыкновенное урочище, самый северный лес в мире, если провести по широте, то есть везде будет тундра, а именно в этом месте есть участок леса, самый северный лес в мире. И по названию уже местных народов называется Арымас. Созданы ли новые методы работы в направлении сельского хозяйства на территории многолетней мерзлоты? Конечно же, не просто созданы, создаются, процесс этот всегда идет, и я знаю, что в советские годы, в советское время проводилась серьезная, грандиозная работа, на севере были созданы и работали теплицы, снабжающие местное население своими помидорами, своими огурцами, вот в экономический уже конкурент на время они были все уничтожены, но долгое время существовали в то время. Были созданы специальные колхозы, совхозы, которые занимались выращиванием в том числе и сельской продукции на вечной мерзлоте. Это возможно особенно в зоне принесейской низменности, где вечная мерзлота высокотемпературная и сезон наталый слой достигает иногда даже более одного метра мощности. Здесь возможно даже занятие сельским хозяйством. Теперь появилась новая мечта съездить в музей вечной мерзлоты. Посоветую всем, если будет возможность съездить в Игарку, посмотреть музей вечной мерзлоты. Долгое время там выставлялись льды с очень интересного термокара в вытаившей части Енисея. и можно было потрогать и пощупать лед, возраст которого 50 тысяч лет. Так, ну вот, по-моему, все, все вопросы. Спасибо за вопросы. Итак, мы заканчиваем вебинар, посвященный очень интересной теме, это многолетний межзолотой человек. Галина Николаевна, впереди длинные выходные, 4 дня. По желанию вы можете осуществить свою мечту. Вы любите путешествовать, у вас это точно получится. В преддверии праздника хотелось бы поздравить всех присутствующих на нашем вебинаре молодых людей и мужчин, поздравить вас с Днем Защитника Отечества, пожелать вам в первую очередь здоровья, оптимизма и всего только самого наилучшего. Ну и небольшое объявление для всех учителей географии, кто является экспертами ОГЭ по географии, не забудьте, что с марта месяца начинается период подготовки к кампании проверки 2023 года. С 1 марта приступает к обучению уже первая группа, причем в этом году группы перемешаны, они не делятся по территориальному составу, в первой группе будут и представители города Красноярска, разных районов и муниципалитетов. Хочу обратить ваше внимание, что те, кто будут обучаться в первой группе с 1 по 4 марта, изменилось территориально проведение курсов. Курсы будут проходить с 9.00, ой, вернее, с 15.00, не с 9, с 15.00 каждый день, но не на Матросова 19, а в корпусе на Мира, аудитория 1.01. Дополнительно эту информацию я вам еще в письмах электронных разошлю. Еще раз благодарю всех за участие в вебинаре, мы вас ждем на следующем вебинаре, который состоится 27 марта и будет он посвящен уже вопросам экономической географии. Всего вам доброго, до встречи.